Всем привет! Сегодня у меня на канале очередная интересная посылка нож с фиксированным клинком Но прежде чем мы приступим к рассмотрению вот этой замечательной коробочки от компании Gerber я думаю многие заметили, что у меня изменилось освещение В последнее время очень много времени стал слышать про то, что всем не нравится мое освещение Попробовал этот момент исправить Ну, мне бы помимо того, что расскажете об этой посылочке хотелось бы в комментариях увидеть, стоит ли так заморачиваться мне со светом или нет В общем, нож этот сделан целиком в США Нож этот приехал для моего хорошего друга из города Иркутска, для Андрея Рюкзак он уже для выживания получил, чтобы уйти куда-нибудь и надолго Теперь вот пришел ему нож Нож называется у нас вот так вот Это LMF2, survival комплектация, койот браун цвет Ну и вы видите парт номер Вот, ну, в общем, нож в его максимальной комплектации На самом деле, не так давно, ну, точнее, с годик назад Я попал на видео по тестированию этого ножа Причем тестирование такое совсем не целевое, бесчеловечное Этим ножом перерубали бетонные блоки Двойки похожие вот эти на пескоблок, только бетонные Перерубали им водопроводную трубу, батонили Разрезали им вентиляционные шахты квадратные Вот этот вот из металла, там, из двойки и прочее, прочее, прочее Как бы не целевое, что нож себя зарекомендовал Даже, может быть, кто-то видел серию передач про выживальщика Биер Грилза У него вот в одних из последних серий как раз нож, который сделан на базе вот этого ножа Единственное, все мы знаем, что вот эти китайские ножи от Биер Грилза Они разваливаются там при первом же ударе Этот же нож настоящий для военных Ну, в общем, давайте заглянем Андрею хотелось бы чего-нибудь такого прям вот Прям ах, прям адского Ну, в общем, будем надеяться, что мне удастся удивить его Потому что нож этот ему рекомендовал я Значит, здесь у нас бумажка на куче целых языков О том, что такое компания Гербер и прочее Но я думаю, это не так интересно Значит, состоит комплект из двух частей Первая – это вот такой вот замечательный чехольчик Который сделан очень качественно Система крепления петли Молли Как раз вот на рюкзак к Андрею Внутри у нас находится стропорез Очень классный крюк, удобный У меня такой есть от бенчмейда Очень лихо режет ремни, веревки, паракорд Вот берцы, вот что зацепляешь И если нога травмирована или штанина Подцепляешь, срезаешь так, что гарантированно не порежешь Того, с кого срезаешь всю эту одежду На самом деле, кто-то может сказать, что штука бесполезная Я могу сказать, что штука очень полезная И мне она пригождалась уже не раз В чем интересно, чехольчик сделан на самом деле очень качественно И вышивка гербера сделана с внутренней стороны Значит, здесь у нас 550-й, по-честному, паракорд В общем, вот Дальше, что у нас интересного? Давайте это отложим сюда Значит, здесь у нас бумажулька Относительно того, что и как можно крепить У нас, значит, присутствует на ноже Давайте посмотрим Значит, нож можно крепить, во-первых, вот так на разгрузку Это вот тут объясняется, что да как Можно крепить на голень Можно крепить на пояс с фиксацией на ноге Значит, примерно вот так Значит, здесь у нас пролипучки На ноже у нас присутствует молоток Вы видите, забивает гвозди На ноже у нас присутствует стеклобой На ноже у нас присутствует специальное отверстие Которые можно примотать к палке И использовать как копье И в ножны интегрирована точилка Для несерейтерной части клинка Клинок у нас полусерейтерный На самом деле, я могу сказать по опыту У нас до недавнего времени в республике Была американская военная авиабаза И на ней вот все ножи, которые мне удавалось Оттуда достать, получить Я могу сказать так Что все ножи, на которых есть НСН номер Это ножи, которые одобрены для использования в войсках НАТО Абсолютно все имеют полусерейтерные клиночки Так, ну, в общем Сейчас мы это приведем в то состояние В котором оно, по идее, должно быть Так А, это у нас, наверное, для другого Да, точно Или для этого Нет, для этого В общем, это вот, видимо, такая дополнительная Транспортировочная фиксация Для того, чтобы, ну, вот при всех При всем желании мы не смогли потерять нож Ну, да ладно, не буду последнюю застегивать В общем, вот такие замечательные Системы креплений ножны Тут у нас и петли молли для разгрузочных жилетов Тут у нас и фиксация для голени И все это дело можно перекинуть ниже И вот этим вот крепить на ремень Причем вам не нужно продевать сюда ремень Это все на кнопках у нас Что это все снимается Но ножны, я думаю, понятно Всем Многие сталкивались Здесь у нас дополнительная фиксация Все на кнопках, все супер Ну, давайте, я думаю, непосредственно перейдем к ножу Вот такой вот красавчик Он весь в масле Давайте его протрем полотенцем Черное покрытие Могу по опыту сказать, что покрытие на герберах Достаточно стойкое, качественное Вот, давайте к ножному чуть позже вернемся Сейчас поговорим о ноже Вот такой вот замечательный нож Вот такой вот он нехилый В обухе Давайте по колхозному померим Все линеечкой на самом деле Так, по клиночку у нас здесь с вами 12,6 см По обуху у нас здесь с вами 6 мм Да, 6 мм в обухе Сталька здесь используется 420 хай карбон Вот эта часть тоже металлическая Вот эта плоская часть используется как молоток Для того, что вы берете в ножнах нож и можете им смело забивать гвозди Здесь у нас стеклобой Достаточно мощный Тоже огромное количество видео, в котором пробивают различные стекла Вот те самые два отверстия, которые позволяют примотать нож в качестве острия копья Мы видим, что нож изготовлен в Портленде, США У него есть НСН номер Вы видите, набит National Stock Number Он допущен к использованию в войсках НАТО Рукоятка, несмотря на то, что имеет достаточно плоский профиль Поскольку используются ножны из кротона Но я могу сказать, что нож сидит в руке очень удобно Очень приятный нож И на самом деле вполне неплохо заточен Вполне хорошая длина серрейтора Главное, что нож Full Tank Не как BR Grills, там коротенький и все Что вот эта часть, я не помню Она, по-моему, даже несъемная рукоятка наплавляется поверх Вот этот мягкий пластик В общем, работать им удобно Как и в перчатке, так и без перчатки Ну, давайте для того, чтобы было понятно Линейка есть линейка Это ладно Давайте вот возьмем Enduro Многие, я думаю, знают, как выглядит Enduro Вот Enduro Вот так мы ее прикладываем Вот настолько он больше Enduro Да, что и рукоятка длиннее, и сам клинок Клинок тут у нас, ну, на 2,5 см Рукоятка за счет стеклобоя Там еще сколько-то Вот, поэтому этот нож в ближайшее время Вместе с тем замечательным рюкзаком Поедет в Иркутск Пока не знаю как, но поедет Вот, и на самом деле Кому будет интересно Может забить на ютубе название LMF2 Тест, допустим, написать И посмотреть, какие бесчеловечные опыты Проделывают над этим ножом Как им бесчеловечно строгают Рубят и все, что угодно Плюс, в чем еще фишка вот этой комплектации Мы видим ножны, в которых очень здорово фиксируется нож Давайте я покажу Рассовываем Прямо защелка, что когда нужно его достать Упираешься пальцем вот в эту верхнюю И в сторону немножко отгибаешь и достаешь нож Нож, причем, достаточно широкий В самом широком месте, ну, допустим, вот здесь Порядка трех с половиной сантиметров Этим, в принципе, можно даже и копать при желании Но еще фишка этого Survivor Edition То, что у него ножны вот эти отстегиваются Вот здесь вот Вот так вот Здесь тоже у нас липучка Липучки все такие по-настоящему американские И вот это вот отверстие Давайте покажу Вот это отверстие Там у нас внутри ставлены две пластинки из карбида кремния И это у нас является точилкой для ножа Нож засовывается вот так И высовывается по карбиду кремния Для того, чтобы поправить в полевых условиях Поскольку нож, вы должны понимать, что нож у нас все-таки такой Тактический ломик Он не рассчитан на какой-то там супер качественный рез Но даже из коробки он вполне хорошо режет бумагу Все остальное, да, на самом деле Ждать от ножа, что это будет там какой-то такой резачок, кухонник и все остальное Нет, ни в коем случае Я бы даже больше сказал Он может порубить помидоры, порубить картошку Там еще что-то Но каких-то чудес порезывать Него ждать не стоит Нож не для этого Нож на самом деле универсальный Выживальческий С хорошим серрейтором Серрейтор очень классный Да и в принципе сама сталька 420 хайкарбон в исполнении от Гербера Мне очень нравится На многих их ножах стоят такие Такая же сталька И у моего знакомого, у второго Андрея Утески Он раньше тоже служил в спецвойсках У него тоже есть пару ножей Которыми он пользуется еще со времен своей службы И ножи вполне хорошо себя показали С одним ножом Он даже занимается дайвингом И у него есть признаки ржавчины Только вот здесь вот на моменте, где стыкуется рукоятка Причем такая совсем незаметная для того количества раз В которые он нырял Причем у нас озеро ближайшее Да, оно такое высокогорное почти море Оно не пресное, оно соленое Причем достаточно сильно соленое И на том ножей нет покрытия Поэтому меня железка радует Я сам сталкивался на складнях с ней На уровне бака Вполне неплохая Вот, поэтому Вот такой вот замечательный, интересный нож В ближайшее время отправится к Андрею Будем надеяться, он им останется доволен Так, он у нас правша Поэтому подправшу Так, что еще сказать по ножу Мне еще понравилось, что ножны в принципе тоже прорезинены Ножны прорезинены Это, ну, даже что если их носить просто так То это вот очень удобно На самом деле они не выскользнут из руки Поэтому Вот такое вот замечательное видео Андрюх, если посмотрел Жду твоих комментариев Можно прямо здесь Можно на почту Или там, как тебе удобно, в скайп Ну и ваши ребята Мнения тоже бы мне хотелось услышать Кто что думает про эту железку Я, кстати, вам скажу больше По российскому законодательству Как оказалось Данная штука не является холодным оружием И я без проблем Смог найти на нее сертификат Что она идет в таком же внешнем виде Без каких-либо добавлений, изменений Что вот в своем первозданном виде Она разрешена на территории РФ Вот, поэтому Всем спасибо Пока И хотелось бы знать ваше мнение про новый свет Пришли Продолжение следует Продолжение следует...